ПОЛИГОН На пути к Леклеркам во французской ветке встречается множество достойных танков. Но ещё остались боевые рейтинги, на которых разнообразие машин не настолько велико, чтобы составить полноценный набор. Сегодняшний герой как раз и закрывает один из таких пробелов. Встречайте! Новая для War Thunder модификация основного боевого танка АМХ-32, вооружённая стабилизированным в двух плоскостях 105-мм орудием с углами вертикального наведения от минус 8 до плюс 20 градусов. Дополняют его 20-мм автопушка и пулемёт винтовочного калибра. Моторно-трансмиссионный отсек разместился в корме. Место механика-водителя спереди, а ещё трёх членов экипажа в башне. Боеукладка разделена на две группы — в носу и в кормовой нише башни. При знакомстве с этим танком невольно тянет сравнивать его с уже известной нам более поздней версией. Первое, что бросается в глаза — другая пушка. Если выбирать между 105 и 120-мм орудиями, то предпочтение, конечно, нужно отдать последнему. Его снаряды летят быстрее и пробивают больше. Но, как показывает практика, на этом боевом рейтинге 105-мм тоже вполне достаточно. Тем более небольшое преимущество у неё всё же есть. У поздней версии в кормовой нише башни помещается 17 боеприпасов в первой очереди, а у ранней — 19. Казалось бы, мелочь, но если заполнять только эту боеукладку, пара дополнительных выстрелов лишними не окажутся. Такая неполная загрузка боекомплекта — вполне здравое решение для французского танка. Мощным бронированием и большим внутренним пространством он не отличается, поэтому живучесть стоит повышать всеми возможными способами, в том числе избавляясь от снарядов в корпусе. Пушка, конечно, обращает на себя внимание первым делом, но, тем не менее, главное различие между 32-ми заключается не в ней. Значительно острее, по нашему мнению, ощущается разница в двигателях. Всего на 100 лошадей меньше, а как сильно упала динамика. Максимальные 65 км в час можно увидеть разве что на самых больших картах. И эта особенность в значительной мере влияет на тактику применения. У француза есть всё, чтобы действовать в первых рядах, обходить по флангу и прорывать оборону, но зачастую он просто не успевает. Значит ли это, что АМХ 32-105 — плохой танк? Нет, ни в коем случае. Углы вертикального наведения, скорость поворота башни, тепловизор, быстрый задний ход, дымовая аппаратура, дублированное управление — всё у него на месте. Одна только автопушка чего стоит. Удобнейший инструмент, который и во время перезарядки прикроет, и от авиации спасёт, и лишний забор на карте поможет демонтировать. Новенький АМХ готов дополнить наборы французской бронетехники на шестом ранге. А с его непростым характером мы как-нибудь свыкнемся. Зачем в США вообще создали Апач, когда у них уже была Кобра? В авиационном мире сложилось два мнения, которые в чём-то противоположны, но при этом удивительным образом дополняют друг друга. Первое мнение гласит, что новый боевой вертолёт армии США в начале 70-х годов был совершенно не нужен. Кобра, уже летавшая над джунглями Вьетнама, не только прекрасно справлялась со своими задачами, но ещё и имела колоссальный потенциал для модернизации. Организовать работы по созданию принципиально нового боевого вертолёта хотелось не столько армии, сколько авиастроительным компаниям США. Очень манила их перспектива приобщиться к прибылям компании Bell, которая так удачно в кратчайшие сроки создала Кобру на агрегатной силовой схеме и без того массового Хьюи. Сторонники же второго мнения утверждают совершенно иное. Они говорят, что Кобра была во многом палеотивным решением, принятым на скорую руку, в рамках сиюминутных возможностей. А значит, несла в себе множество неразрешимых проблем и неисправимых недостатков. Ситуация напоминает историю ночных истребителей во Вторую мировую. Сначала их строили на базе бомбардировщиков и тяжёлых двухмоторных истребителей, но быстро пришли к выводу, что это всё полумеры, и взялись за создание таких машин с нуля, чему яркими примерами стали Хейнкель-219 и Нортроп-Пи-61. Точно так же сложилось и в случае с ударными вертолётами. Уже в начале 70-х стало очевидно, что их нужно создавать с нуля, а не сооружать на основе чего-то другого. Уровень развития техники и электроники в те времена сильно ограничивал возможности оснащения лёгкого и компактного вертолёта. А ведь армейское ПВО вероятного противника стремительно совершенствовалось, и «Кобра» от него всё сильнее страдала. И это не считая того, что самим фактом своего существования она показывала дурной пример всем – и своим, и чужим. Если у американцев получилось на базе лёгкого многоцелевого вертолёта создать полноценную боевую машину буквально за полгода, то что мешает другим? Европейские военные, принимая Хьюи на вооружение, уже задунувались. Не создать ли им свой собственный аналог? А когда дело дойдёт до поставок ударного вертолёта, стоимость которого гораздо выше, у них не останется никаких сомнений. Просто создадут свой на базе тех самых аналогов. Вот и весомые причины, чтобы создать новый боевой вертолёт. Более мощный, многофункциональный, живучий, способный вести боевую работу круглые сутки в любых погодных условиях. Такой, который самим фактом своего существования отобьёт всякую охоту к самостоятельности и полумерам. Кто же в итоге оказался прав? Реалии 21 века удивительным образом показывают, что правы и одновременно неправы и те, и другие. Как всегда, истина где-то посередине. Да, в США был проведён грандиозный конкурс на новый боевой вертолёт, в котором победил проект компании «Макдоналд Дуглас». Так появился знаменитый «Апача», который к началу 21 века стал самым массовым в своём классе. Да и в СССР также подтвердили правильность пути «Апача», создав ударники с нуля. Но в то же время, по концепции «Кобры» были созданы и введены в эксплуатацию вполне успешные машины. Итальянский А-129 «Мангуста», китайский З-19 и, в меньшей степени, франко-немецкий «Тайгер». И только время покажет, кто оказался прав. Как бы ни была хороша современная техника, очень скоро она перестаёт отвечать требованиям времени. Сегодня в триатлоне сойдутся машины, которым конструкторы смогли подарить вторую жизнь с помощью глубокой модернизации. Приветствуйте участников М60АМ-БТ и Магах-7С, М48Супер и СМ-11, Алифант Марк-2 и СТРВ-105, а также Т-55АМД-1. Начнём с гонки по полям, снегам и пустыням. Мехводы выстраиваются на линии старта и… Начали! Первые секунды все идут наравне, но уже спустя сотню метров в лидеры выбивается М60. За ним бок о бок идут М48 и Алифант, дальше Магах, а остальные участники заметно отстали. На заснеженном участке немец всё же укрепляется на второй позиции, а в пустыне разворачивается борьба за четвёртое место. В русле реки позиции не меняются, и участники выходят на финишную прямую. М60, лидировавший всю гонку, приходит первым, дальше М48 и Алифант, а на четвёртую позицию вырывается Т-55. Теперь проверим защищённость участников. Ламы не сдержит ни один из них, поэтому стрелять будем каморниками БР-472 и ПТУРами ход с дистанцией в 500 метров. Корпус и башня М60 держат большинство попаданий каморных снарядов, но и уязвимых зон хватает. Например, погон и командирская башенка. М48 защищён хуже. У него вдобавок пробиваются нижняя лобовая деталь и маска орудия. Т-55 показывает лучший результат. У него уязвимы только самые прямые участки башни. Башня Алифанта достойно держит удар, но подводит слабая броня корпуса. А у СМ-11 всё наоборот. Корпус держит, а башня пробивается. Совсем туго приходится СТРВ, он прошивается буквально в силуэт. О магах напоминает М60. У него хорошая броня с отдельными уязвимостями. С обстрелом ракетами всё намного проще. Выдержать попадание способны разве что самые толстые участки башни магаха. Но есть один танк, до брони которого ПТУР так и не добрался. Речь, конечно, о Т-55 с комплексом активной защиты. Весомое преимущество на его боевом рейтинге. И напоследок позволим нашим участникам продемонстрировать эффективность их огня. Мишенью поработает один из самых живучих противников — израильский танк «Меркава» модификации 2D. Первый развернём лбом, второй — бортом. Дистанция — один километр. М60 первым же выстрелом в моторный отсек прошивает лобовую мишень насквозь. Снаряды остальных участников не настолько мощные, поэтому им приходится стрелять дважды, чтобы вывести из строя весь экипаж. Сложнее всего приходится Т-55. У него самые слабые подкалиберы. Вторым выстрелом М60 уничтожает бортовую мишень и завершает испытание. Следом об успехе докладывает экипаж СМ-11. Помогла перезарядка в 5 секунд. А вскоре и остальные участники справляются со вторыми мишенями. Больше всего времени ушло у советского танка, зато на бортовой мишени он продемонстрировал каморный снаряд. У прочих такой роскоши не предусмотрено. Подведём итоги. Третье место занимает советский Т-55 АМД-1 за надёжную броню, широкий выбор снарядов и комплекс активной защиты. Серебро делят израильский Магах-7С и немецкий М48 Супер. В них отлично сбалансированы скорость, броня и огневая мощь. А победителем заслуженно становится М60 АМБТ за лучшую подвижность, неплохую броню и самый мощный подкалибер. А пока участники спорят, кто из них был лучше в начале своей карьеры, нам пора переходить к ответам на вопросы из комментариев. И первый вопрос на сегодня прислал Умпа-Лумпа. А на каком самолёте стоит начать бои с малых высот? Привет! Подобная тактика подойдёт для топовых реактивных истребителей. Набор высоты для них не проблема, а вот ракеты с радиолокационным наведением представляют немалую опасность. А прижимаясь к земле, уклоняться от них намного проще. Интересуется Алексей Нагенштейн. Почему у некоторых самолётов при манёврах происходит топливное голодание? Привет, Алексей! Это может быть связано с поплавковым карбюратором, например. Или с тем, что в системе подачи топлива на каком-то этапе используется движение горючего под действием собственного веса. В таких случаях при отрицательной перегрузке может возникать топливное голодание. Следующий вопрос прислал пользователь с ником VOT2511. «Как воспользоваться свободными очками исследований?» Привет! Свободные очки исследований нужны только для конвертации за «Золотые орлы». Пишет антибиотик. Как работает навигационное бомбометание на примере полкового А4Е? Привет! Для начала заходим в меню «Управление», «Самолёт», «Вооружение» и назначаем удобную клавишу на «Активацию точки прицеливания». Всё готово! Давайте попробуем! Находим цель, ставим на неё метку при помощи только что назначенной кнопки и видим вертикальную линию с двумя маркерами. Когда кружочек доходит до черты, время сбрасывать бомбу. При этом вовсе не обязательно подгадывать момент совмещения этих меток. Кнопку сброса можно зажать заранее и продолжать прямолинейный полёт, пока бомба сама не сойдёт с пилона. И последний комментарий на сегодня нам прислал Филиппин. Как накопить очки экипажа на самолётах? А то пилоты какие-то хилые пошли. Кашей мало достаётся, что ли. Привет! Очки экипажа на самолётах копятся так же, как и на любой другой технике. Всё зависит только от количества получаемого опыта. Но если на самолётах процесс идёт медленно, попробуйте поиграть с этим экипажем, например, на танках. Заработанные очки экипажа не привязываются к классу техники. А рацион пилотов, о котором вы упомянули, мы обязательно проверим. На этом всё. С вами был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Программа, которая выходит на нашем канале каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях и увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова